Первая партия пришла. Чтобы доставить в краевую столицу все элементы металлоконструкции, придется выполнить еще 52 автомобильных рейса. Теперь тралы, перевозящие элементы будущего моста, горожане смогут наблюдать почти в ежедневном режиме. На данный момент в Барнаул доставили один из блоков главной балки пролетного строения. Данная металлоконструкция является основой для будущей проезжей части. То есть в одном пролете у нас будет 6 главных балок, которые будут связаны между собой металлическими связями. И по верхнему поясу данных балок у нас будет выполняться потом монолитная проезжая часть. Строители планируют приступить к узловой сборке металлоконструкции в первые месяцы нового года. К тому моменту как раз планируется завершить устройство опор. Собирать конструкции будут непосредственно на строительной площадке, используя грузовые краны. Представитель подрядчика сообщил, что проблем с доставкой металлоконструкции быть не должно. Металлоконструкция отпускает завод Тюмень-Стальмост. Приходят они вот такими балками, небольшими элементами. То есть они габаритные все. Веса позволяют их перевозить без каких-то дополнительных разрешений. Ежедневно из Тюмени в краевую столицу будут выезжать по две, а то и три машины с предприятия-изготовителя металлоконструкции. Поэтому в полном объеме их должны доставить в Барнаул до конца ноября. Татьяна Голубева, День с толком. Татьяна Голубева, День с толком.